Мы работаем исключительно с проверенными поставщиками. А вот кстати, я вам так скажу, может год назад, может полгода назад, вспоминайте. Заметьте, я здесь ничего нет, ни фамилии, ни телефонов, ни это. Я просто скопировал, знаете для чего? Для того, что еще не поздно отказаться от этого, от броня. То есть, первый раз это было так. Я, вспоминаем, это же фирма. Я обнаружил там на ней свою фотографию, так, мою. Это значит, что, а потом провел вебинар, говорю, но если фотография моя, значит, хотя они считаются сибиряки, их крупный город, миллионник, значит, районировано, да, районировано. Но раз моя фотография, значит, ясно, они перекупщики. И дальше у них было такое хитрое слово, вспоминайте. В основном-то они и те же у меня зрители, уже москотясы, вспоминайте. Вот. Мы привозная, но доращиваем, доращиваем. То есть, я уже долго про это слово доращиво не издевался над ним, понятно. Ну, опять лезет в это. У меня есть на фотографии, я скопировал, это было несколько дней назад, я сфотографировал прямо с экрана. Опять эта реклама. Почему она ко мне лезет, я вот понять не могу. Неужели она всем миллионам лезет? Или уж потому, что я садовод? Ну, она-то в общем это, не у меня лично, а просто на Яндексе. И вот, смотрю, глазам не верю. Про, уже нет ничего про доращивание. Ну, как умно сделано. А, я бы не стал вам говорить, моя фотография с видного места переместилась на последнее, самое незаметное. Но убрать ее не убрали. А иначе кто поверит, что они продают такие прекрасные абрикосы. Ладно, мы работаем исключительно с параллельными поставщиками. Ну, наконец-то! Такими, как гетерозис и селекция. А слова-то какие? Ю, Челябинская селекционная станция. Ну, там близко нет таких, как у вас же там есть фотографии, да? Там и близко нет таких этих роскошных сортов на Челябинской. Я же видел их ролики. Так, скромненько, на уровне моих маджурцев. Под товарной маркой Уральская усадьба. Селекционно-семеноводческий комплекс Агроферный Марс. Под товарной маркой Уральский дачник. Ну, ладно, это самое. Семена овощей нас не касается. Новосибирская ферма Агроз. Тоже семена. А где же саженцы? Вот. А теперь самое. Наш интернет-магазин. Вы знаете, что такое интернет-магазин? Это значит, что там нет сада. Его нету. А стоят саженцы. Стоят и умирают. Вопрос, успеют умереть. Вернее, не так. Вопрос, у них умрут. Или успеют вам отправить и умрет у вас. Вопрос только в этом. Они трепетно относятся к качеству. И вот что получается. Они к качеству... А вот стоят умирающие саженцы. А они обращаются куда-то. Сельхознадзор. Карантин растений. Да, может быть, какую-нибудь бложку и привезли. Эти они же с юга, ясно. Сто процентов. Какую-то бложку привезли. Так какая разница, с бложкой она умрет или без бложки. На север привезли. Государственные инспекторы выезжают на производство. Ну, тут подкупить инспектора. Фу. Так. Кстати, только семена. А где же саженцы? Вот. В нашем распоряжении собственная лаборатория. Ладно. Смотрим дальше. Наши не используются эти гомово. Ну, только за это можно их орден дать. Только другое дело, что из тысячи ваших саженцев тысяча умрет. Мы же не про перец. Саженцы. И вот сейчас, на этот момент, заметьте, не стал прозорить, потому что уже я увидел, этих как-то назвать, кое-что. Ну, что я увидел? Я увидел, реакция есть. Ну, какая реакция? Лучшие производители. А там еще слова есть мировые. Да. И вот смотрите сюда. Это один раз на всю жизнь будет видно. Смотрим. Вот сейчас ликбез, и уже как-то заходили, но очень важно вот что. Я беру и вас прошу. Вы, благодаря мне, очень много сортов на слуху. Вспоминайте. Именно мне. Это значит Королевский, Серафим, Академик. Это Бай, Амур Артем. Вот. И естественно, что я беру, допустим, и пишу. Фото. Мы спешить не будем, вот, но вторая половина пойдет про эти, более конкретные прогруши. Фото. Абрикосерофим. Почему догадались? Мы фотографию свистывали. Так. И, вот тут есть описание сорта. Вот, нажимаем тут же. Вот. Сейчас поймете, а к чему. Здесь уже караул меня обижает. Вот моя фотография, видите? Она была вот здесь. Почему? Они попадаются чаще. То есть, они как? Им надо продать всю эту дрянь, и они лезут в интернет. Правильно? И дальше берут копировать. Все. Теперь, я удивлен чем? Ну, сейчас поймете, почему. вот это вот тоже моя фотография. А скажите, при чем тут вот это вот самое, ну, как, ну, это моя фирменная, ей 15, 10 лет, вот это 15 лет. Вот так вот, есть такой человек, есть такой человек под названием, под названием, извини, Алексей Виноградов, да, он меня учил, он меня научил, он вот этих фотографий нашел в моих, на чужих сайтах, штук 20. Вот теперь смотрим, другие размеры. Нажали. Так. Если я где-то повторюсь, ничего страшного. И поехали. Здесь есть Украина, Белоруссия, вот, здесь есть, еще дальше, потому что есть непереводимое название. Здесь есть Тимирязевская академия, которую все закрывают. Раньше я так переживал за них. Ну, извините, воровать фотографию разве можно? Вот. Вы видите, что творится? А? Идем обратно. Вот. А фотография-то моя. Любой здесь скажет, нет, мое, ну, пусть мы подрались между собой. Я говорю, ящик, не кто-то докажет, что их нет. Как я еще? Я могу суд на каждую подавать. И речь сейчас идет не об этом. Речь идет о том, что, кстати, вот еще, это самое, сейчас. Посмотрите, как искать надо. И вот так любую, совершенно любую название для кого-то уже привлекалось. Я, если поискать, я еще найду. Ну, вот. Вот он. Вот он, вот эти две фотографии. Вот они, им лень вот отсюда взять, пониже. Они первый попавшийся хлоп. Вот. И как она оказалась лидером среди всех. Вот это я, помните, рассказывал, это тоже смех и грех. Когда знаменитые эти самые, они сюда присваивают мои фотографии. Вот. Сейчас поймите, к чему я говорю. Возвращаемся обратно. Так. И читаем. Самое интересное. Неусыпно следит. Та-та-та. Вот. Если бы они следили за собственным враньем, за собственным мошенничеством. Привозят из других регионов страны и мира. Так вот. А там и на этом самом... Подожду недельку. Если реакции не будет. Ну, правда, они мою фотографию снимут. Уже так было. Вот. И еще будет. Ну... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok